Привет всем! Спасибо, что заглянули ко мне на огонек. Сегодня я хочу вам рассказать о процессе создания вот таких вот открыток, связанными элементами. Это не то, чтобы мастер-класс, скорее я просто с вами делюсь своим опытом, потому что я тоже натыкалась на какие-то ошибки со своей стороны в процессе создания. Итак, для открытки со спицами и шарфиком нам понадобится белая основа, кусок бумаги для скраббукинга, кстати говоря, не один, на самом деле, а два таких кусочка, кусок белой бумаги для очерчения, шарфик, который я вязала сама и не довязала специально к задумке, и оставила вместо клубочка маленький моточек ниток. Одну бамбуковую палочку от сыновки для скручивания роллов, я специально ее оттуда вытащила, и надпись, отпечатанная на принтере, и приклеенная на плотную бумагу с помощью двухстороннего скотча. Для второй открыточки с носочками нам опять-таки понадобится основа, делая ее из бумаги для черчения. Это огромный лист, сложенный вдвое. Далее нам с вами понадобится джутовая веревочка, джутовый шнур, такой вот самый-самый обычный, лохматый и неказистый. Две скрепочки для скраббукинга, я и покупала, вы видели в видео про покупки, они у меня казались божьими коровками, но божьи коровки я буду отковыривать, потому что они мне вообще тут не нужны. По задумке прищепки без божьих коровок. А далее понадобится парочка носочков, связанных, я вязала сама, ссылку на описание я под видео вам оставлю. Кусок белой бумаги, это основа для композиции, собственно говоря, открытки. И опять-таки надпись, отпечатанная на принтере и приклеенная на плотную бумагу для черчения. И для обеих открыток нам с вами понадобятся ножницы, канцелярский резак, двухсторонний скотч, простой карандаш и линейка. И еще некоторые инструменты, о которых я заранее не подумала, но они мне пригодились в процессе. Итак, приклеиваем бумагу для скрабукинга к основе к белой. Я это делала с помощью, собственно говоря, двухстороннего скотча. И обратите внимание на то, что я не стала это делать, как обычно, по всей ширине. Я приклеила по длине, но где-то одной лентой по центру. Потому что в дальнейшем я планирую все это дело прострочить на швейной машинке. И, соответственно, мне не нужно, чтобы края этой бумаги были крепко схвачены. Главное, нужно проследить за тем, чтобы вот эта вот бумага легла на основу ровненько. И сразу хочу обратить внимание, что бумага для скрабукинга меньше примерно на сантиметр с каждой стороны. То есть со всех сторон по полсантиметра. То же самое я проделала другой открыточкой. Теперь будем выкладывать композицию у открыточки шарфиком. Итак, у меня есть недообязанный шарфик с моточком. И нам нужную спицу. Я сделала их из бамбуковой палочки. Сначала я ее обтесала канцелярским ножиком. Затем я ее разделила примерно пополам. Далее я померила эти половинки на бумажке, которая у нас для композиции. Посмотрела, какая нужна длина и отрезала лишнее. Далее я надела бусины на эти спицы. Вторые концы спиц я тоже предварительно обтесала для того, чтобы бусинки налезли. Мои бусинки очень-очень плотно садятся, поэтому никаких проблем в принципе нет. Надела на одну спицу, соответственно, на вторую. И, во всяком случае, спицы теперь похожи у нас на спицы. А далее нам нужно шарфик надеть на наши спицы. Я просто снимала петли, как обычно, и эти петли на спицу перемещала. Соответственно, то же самое я сделала со второй спицей. А это было сделать немножко трудновато, потому что спицы не очень гладкие, корявые. Ну, наши спицы, они не настоящие, они декоративные для открыточки. Итак, вот такая вот у нас получилась композиция. Теперь мы ее выстраиваем дальше. Для того, чтобы шарф компактно поместился, нужно сделать ему складочки и зафиксировать на бумаге. Это сделала с помощью обычной иголки и нитки. Взяла черную нитку для того, чтобы она не была видна на шарфике. Зафиксировала в нескольких местах. И далее на изнанке я закрепила узелок, как я это делаю обычно, пришить ее. Вот я вам показываю этот способ. Ему я научилась у моей мамы, которая тоже в моем детстве много шила. Шила, зашивала, штопала, в общем, делала руками все. Рукодельничала. Итак, я сами спицы за бусинки приклеила к бумаге на термоклей-клеевой пистолет. Вот я про него вам не говорила, а потом я подумала, что он нужен. Поэтому хорошо, если бы он у вас тоже был. Вот такая у нас композиция получилась. И осталось нам только зафиксировать моточек. Я его тоже сделала с помощью клеевого пистолета на термоклей. Хватывает это хорошо, когда вы с ним работаете, прижимаете плотненько. Композиция выстроилась. И во второй открыточке я решила, как я вам уже говорила, отковырять божьи коровки от прищепок. И потом, кстати говоря, я эти прищепки зачистила, потому что вот такие вот красненькие пятнышки. Далее я выложила композицию и отметила карандашом те места, куда нужно, по моему мнению, приклеить прищепки. Прищепки я уже зачистила. И на эти места я их приклеила с помощью клея Moment Crystal. Пользуясь всеми инструкциями, сначала нанести на обе поверхности, потом просушить и так далее. Опять-таки, когда вы работаете с этим клеем, старайтесь посильнее прижимать, здесь имея значение и сила нажатия. Далее я защипила веревочку джутовую на обе прищепки. Аккуратненько натянула ее и, перевернув нашу с вами композицию, закрепила на обратной стороне с помощью строительного бумажного скотча. Еще один предмет, который я вам не назвала вначале, но который мне пригодился в процессе. Вот такая вот у нас получилась веревочка с прищепками. И так вот это выглядит с другой стороны. Теперь нам нужно, собственно говоря, зафиксировать носочки. Я их прищепила на прищепки и также зафиксировала в нескольких местах с помощью иголки и нитки. Я старалась у самого края этого не делать для того, чтобы был объем, чтобы носочки не казались приделанными замертво. Вернее, намертво. И также абсолютно с другой стороны делала мой любимый узелочек. А кусочек нитки, который остался от этого узелочка, я закрепила тоже двухсторонним скотчем. Вернее, не двухсторонним, а бумажным строительным, чтобы не болтался. Композиция выстроена. А дальше нам эту композицию нужно будет приклеить на бумагу для скрапбукинга. Опять-таки, я это сделала с помощью двухстороннего скотча. А его я клеила уже на бумагу, а не на композицию, потому что там прижимать неудобно, так как мы с вами там много чего наклеили. И, как вы обратили внимание, опять-таки, это не до краев, потому что я планирую все это дело прострочить на швейном машинке. Вот так у нас получилось с одной открыточкой. И вот так у нас получилось с другой открыточкой. А теперь я надпись тоже решила приклеить тоже на двухсторонний скотч. Я заранее оставила место в композиции открыточки, чтобы эта надпись легла хорошо. И вот такая вот открыточка у нас получилась. И вторая. Основная композиция выстроена. Теперь я прострочила на машинке. Но у меня, видите, слетел угол строчки. Вот такая вот некрасивость получилась. И абсолютно то же самое у меня получилось на другой открыточке. Вот такая вот у меня машинка. И я решила не падать духом. Я подобрала божьи коровки из-под крепка, которые я отковыряла, и просто приклеила на клей-пистолет на эти вот уголочки, чтобы закрыть вот это вот мелкое недоразумение. Получилось, по-моему, довольно-таки симпатично. И вот на второй открыточке тоже. То же самое. Но я обнаружила, что когда открытку открываешь, вот такая вот некрасивость. Это большое упущение с моей стороны было. Я приготовила просто новую основу. Вырезала то, что я пришила, прям по контуру по цветной бумаге. И все это дело приклеила на двусторонний скотч на новую основу. Аккуратненько. Стараюсь посильнее прижимать и фиксировать, чтобы все было хорошо. И вот теперь у нас получилось чисто. То же самое со второй открыткой. В принципе, я все действия дублировала на обеих. Ну и теперь внутренняя сторона. Она мне показалась скучной. Я решила приготовить кусок бумаги для скрабукинга и вот такой вот с фигурным краем, белый кусок. Опять-таки приклеила на двухсторонний скотч, не фиксируя по всей ширине, потому что я тоже хочу придать тот же самый стиль с помощью швейномашинки. Контрастными нитками. Вот так у меня получилось. И теперь нужно все это дело приклеить на открытку. Я тоже, кстати, предварительно пришила свой логотип, чтобы не выбиваться из общего сила. Когда мы с вами приклеим, все вот эти швы закроются и будет у нас с вами красота. То же самое с помощью двухстороннего скотча. Действуя смело и решительно, мы приклеиваем часть для надписи. Теперь наша открытка выглядит просто замечательно, по-моему. Она не скучна ни наружу, ни внутри. И со всех сторон она выглядит очень-очень-очень аккуратно. И вот так выглядит вторая открыточка. Могу сказать, что на все про все у меня ушло примерно два вечера. И в целом я довольна результатом. Я, конечно, потратила время, но много чему научилась. Ко многим вещам стала относиться более внимательно. Мне очень понравился результат. Надеюсь, что адресатам, которые получили эти открыточки, открытки понравились тоже. В всяком случае, я очень-очень старалась. И подумала о том, что это очень универсальные открытки на самом деле. Иногда хочется порадовать человека не какому-то определенному празднику, а просто поднять ему настроение. Поэтому выбрана была надпись «Самыми теплыми пожеланиями» для того, чтобы просто согреть человечка в весеннюю слякоть, а для того, чтобы просто поднять боевой дух и придать немножечко оптимизма. Надеюсь, это видео вам окажется полезным. И надеюсь, что вам было со мной интересно. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Пока-пока!